Из ветхого дома в комфортную квартиру в современном ЖК. Для четырех люберецких семей эта мечта стала реальностью. Из-за строительства надземного пешеходного перехода жители частного сектора на улице Ленина, 52, переселили в новостройку. Всю историю расскажет Луиза Егиозарян. Была она со всеми удобствами. Горячая вода, отделка великолепная, подключение стиральной машины. Она такая вот, какую я хотела. Что я еще могу сказать, ребята, вот честно. Я до того устала мыться в тазике, что вот эта ванна, это как, знаете, земля и небо. В новой квартире Галина Пучкова живет уже третий месяц, но эмоции до сих пор переполняют. Еще бы, этого переселения женщина ждала 10 лет. Все это время добивалась, чтобы дом, построенный еще до революции, признали аварийным. Жили нас четыре семьи. Канализации не было. Ну, все устраивало до определенного момента. Рядом железная дорога, рядом автомобильная дорога. Мы начали биться за улучшение наших условий проживания. Ну, нам там маленький ремонт сделали, что-то сделали. Но самое удивительное, когда я пошла в БТИ брать справку, процент износа дома оказался 52. Ситуация поменялась, когда 4 ноября прошлого года началось возведение надземного пешеходного перехода через железную дорогу. Строительство затрагивало территорию муниципальных домов. С жителями ветхого фонда провели две встречи. И уже 21 декабря они держали в руках ключи от новых квартир. Решить наш вопрос в такие короткие сроки... Вы же не верили? Нет. Обманываете, не верили никому? Не верили, не верили. Но главное, что вы не пустили это во временный период, а решили быстро и оперативно. Площадь однушки Галины Пучковой – 42 квадратных метра. Это больше той жилплощади, которую она занимала в старом доме. Большой плюс для женщины, что квартиру ей предоставили в том же районе, на севере Люберец. Остальные три семьи, её давние соседи, живут в этой же новостройке.